ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские власти снова активно обсуждают идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час. Тему активно продвигаются московские чиновники. С их подачи МВД и Министерству транспорта поручено до 1 августа этого года дать подробный расклад по соответствующему вопросу. Ранее напомню, против снижения порога выступили некоторые высокопоставленные чиновники, в том числе руководство Министерства внутренних дел. ТРАССА СТО ОДИН Взял машину у знакомого, в поле СОСАГО не вписан и стал виновником ДТП. Кто будет возмещать ущерб? Непосредственно водитель или собственник авто? Такое дельце, информирует российская газета, кочевала из суда в суд, пока не дошло до суда Верховного. Он принял интересное решение. Отвечать придется и хозяину машины, и тому, кто в момент аварии находился за рулем. Степень их ответственности выяснится в ходе дополнительного разбирательства. ТРАССА СТО ОДИН Skoda представила Fabia четвертого поколения. Вернется ли модель в Россию, пока неизвестно. Базовым мотором для новинки стал 1-литровый трехцилиндровый бензиновый агрегат мощностью 65 либо 80 лошадиных сил. Будут и турбированные версии этого двигателя на 95 либо 110 лошадей. Топовые комплектации получат 1,5-литровую турбо-четверку мощностью 150 лошадиных сил. В целом машина стала немного больше. Ее оснастили, как это сейчас модно, цифровой приборной панелью и отдельным сенсорным дисплеем мультимедийной системы. ТРАССА СТО ОДИН Ближайшие десятилетия, обещают нам, станут переломными в истории автотранспорта. Электромобили вытеснят машины с ДВС. А сколько электрокаров насчитывается сейчас? Оказывается, не так уж и много. По подсчетам немецких специалистов, около 10 миллионов штук на всю планету. Причем почти половина из них зарегистрирована в Китае. На втором месте Европа, на третьем США. В России сейчас насчитывается порядка 11 тысяч электромобилей. ТРАССА СТО ОДИН В Китае начали работать первые 10 беспилотных такси. Подобные авто функционировали там и ранее, но теперь в машине отсутствует оператор, который мог бы взять управление на себя в экстренной ситуации. За беспилотниками следят дистанционно. Они не начинают движение, пока все пассажиры не пристегнутся. Кроме того, перед поездкой люди должны пройти проверку личности посредством мобильного приложения. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.